Если позволите, Мурад Майм, начнем с вас. С учетом, опять же, того, что это совместное учение, все-таки это месседж Ирану, опять же говоря, несмотря на запланированный характер военных учений, насколько отрезляющим выглядит в данном случае ответ, это один момент. Какого ответа вы ждете от Тегерана, от, скажем, режима иранского? Станут ли вообще это они отвечать или нет? И, скажем так, какой смысл несет в себе, что Азербайджан решил проводить эти военные учения именно вместе с братской Турцией? Вы очень точно заметили, что в ходе оккупации азербайджанской земель более 30 лет ни разу иранские вооруженные силы не проводили учения у границы 132 километра, которые были оккупированы. Мы слышали от официальных лиц Ирана о том, что они выступают против изменения границ на Южном Кавказе, но за 30 лет границы были изменены благодаря оккупации армянских вооруженных сил, но тогда мы не слышали от иранской стороны такого рода заявления. Но после того, как Азербайджан освободил свои законные земли, свою территорию, официально признанную международными организациями, в том числе самим Ираном признанную, мы начали слышать со стороны Ирана различного рода провокационные, часто вызывающие заявления в отношении Азербайджана. Порой даже мы от определенных лиц слышим о том, что Иран даже готов применять свои вооруженные силы для достижения целей, о которых они заявляют. Вы знаете, Азербайджан после завершения войны подписал Шушинскую декларацию. Эта декларация, а сегодня она уже называется законом, потому что она ратифицирована и парламентом Турции, и парламентом Азербайджана. На основании этого закона любые действия в отношении Азербайджана или Турции, какие-то территориальные претензии третьей стороны и так далее, являются основанием для подключения второй стороны. И неудивительно сегодня, что руководитель военного ведомства Турции Хулусакар посетил Азербайджан, не только министр обороны посетил он. Это была большая турецкая делегация, в состав входил начальник генерального штаба, руководитель родов войск, и были проведены серьезные, большие, масштабные военские учения. И официально было заявлено, что Астаре, это город на границе с Ираном, и Мишлах, это территория тоже близкая к Ирану, а также было сказано о городе Баку. Это все месседжи иранской стороне, что любое желание, я не верю, что иранская сторона посмеет нарушить территорию Азербайджана, но любые заявления или вот такого рода кломские военные учения, переодеты в камуфляжную форму у границы Азербайджана, не останутся незамеченными. И мы даем им ответ, в том числе показываем, как нужно проводить учения и какими силами и средствами. В отличие от тех средств, которые имеются у иранской армии, это мы знаем, что самолеты 70-х годов прошлого века, и вертолеты еще закупаются во времена Шаха и так далее. А здесь уже современные воинские формирования. Плюс один нюанс. Сегодня было заявлено, что были проведены часть учений ночью. То есть это показатель того, что вооруженные силы Азербайджана и Турции способны выполнять задачи ночью. Это очень серьезно, потому что ночной бой это сложная задача. Да, это и солдаты, и воинская техника, все должно иметь соответствующее оборудование ночного видения, что, конечно, нет в Иране. Я могу долго говорить по этому поводу. Я считаю, что данное учение послужит отрезвляющей, потому что Холосакал сделал очень хорошее заявление. Враги Азербайджана – это наши враги. Друзья Азербайджана – это наши друзья. Мы всегда будем рядом с Азербайджаном, как было во время 44-х дневной войны. Это месседж Ирану, откровенно скажем Ирану, пусть они делают выводы. Кстати, опять на Азербайджанский аэродром полетели те знаменитые F-16, которые во время 44-х дневной войны вызывали ужас у многих наших недоброжелателей. Напомню, самолеты F-16 турецкие способны нести ядерное оружие. На базе Инджелик имеются специальные авиабомбы Б-61 тактического ядерного оружия, носителем которого являются эти F-16. Это тоже мессаж Ирану. Пусть делают выводы. Я бы хотел еще одного момента коснуться. То, что по телефону и президент Азербайджана, и президент Турции связались. Они обратились к участникам этих военных учений. К примеру, президент Азербайджана назвал военное учение «Братский кулак» очередным проявлением турецко-азербайджанского единства. И подчеркнул, что наше единство нерушимо и вечно. Муран Валим, как вы вообще оцениваете вот такое пристальное внимание глав государств к этим военным учениям? То есть, да, учения запланированы, это скорее военное дело. Это в некоторых для самих военных в чем-то это даже рутина. Но вот здесь приехал министр обороны. Оба министра обороны наблюдали за военными учениями, а президенты еще и обратились. Вот как вы оцените такое пристальное внимание глав государства? Здесь нужно отметить несколько факторов. Первый и самый главный, я считаю, важный фактор – это то, что сегодня, что происходит в мире. Мы видим, что международное законодательство, оно не работает. Международные правовые нормы не работают. И на первый план выходит фактор силы. Поэтому таким странам, как Азербайджан, Турция, необходимо самим решать вопросы своей безопасности. Поэтому я считаю, что с учетом этих вызовов, в том числе и второй фактор, здесь, конечно же, мы одна нация, мы тюрки. Здесь не только разговор идет об Азербайджане и Турции, здесь разговор идет об азербайджанцах, проживающих в Иране, здесь разговор идет о наших турецких братьях в Средней Азии. Поэтому для них всех пример действия Азербайджана и Турции перед различным родом подобными вызовами. И это очень важно и очень правильно, что руководители двух государств оказывают такое внимание, потому что все наше дальнейшее развитие, наше благосостояние, в том числе экономические проекты, геоэкономические проекты, которые Турция, Азербайджан и тюркские страны Средней Азии намереваются реализовать. Это много раз мы с вами обсуждали на передачах, эти коридоры, газовые проекты, все. Все упирается, конечно, в первую очередь в вопросы безопасности. А вопросы безопасности будут обеспечивать наши вооруженные силы. Поэтому руководители главы государств оказывают этому такое внимание. Я бы хотел раз вам и ваше мнение узнать, но то, что сказал Муран Алим и в моем понимании, вот он имеет в виду, что Азербайджан и Турция в своих действиях, в том числе и сегодня, это как модель для всех остальных стран, которые могут подтянуться в этом плане с точки зрения нашей, так сказать, религиозной, национальной идентичности. То есть вести вот, когда мы говорим о единстве тюркского мира, вот как модель можно представить то, что Азербайджан и Турция делают. Я добавлю здесь один нюанс. В Самарканде, когда президент наш выступал, он впервые сказал, что настало время уже подумать об военном сотрудничестве между нашими тюркскими странами. Да, это то. Я опять же говорю, самаркандская речь, это историческая речь на десятилетия вперед. Но Муран, нам есть еще один такой момент. Если позволите, я хотел бы цитату и Раджепта Эрдулана привести, когда он обращался. Он сказал, обращаясь к военнослужащим, вы успешно провели эти учения в соответствии с девизом «Одна нация, два государства». Вы придали сил друзьям и вселили страх врагов. Турция и Азербайджан будут продолжать свою солидарность и сотрудничество посредством таких учений. Становясь все сильнее и сильнее, эти учения показали, что мы являемся одним целым, никто не может нас разлучить. Муран, говоря о врагах, то, что президент Турции особо отмечает, как вы считаете, чем продиктовано их недружественное отношение к нам? Чем продиктовано? Это один, а второй. Не выходит ли так, что их именно это и не устраивает? То, что мы и Турция, мы как одно единое целое, мы сплоченные, мы вместе. Вот этот фактор их не устраивает, поэтому и появляется враждебность. И из этого же вытекает еще третий вопрос. Вот эти силы, эти враги, о которых говорит президент Турции, они на полном серьезе предполагали, что не будет вот той самой консолидации Турции, Азербайджана и наших вооруженных сил в случае того, если они проявят недружественность к нам? Они на полном серьезе на это рассчитывали? Видите ли, в свое время Азербайджан и Турция имела совместную границу, когда еще Зангизур принадлежал Азербайджану. Вы имеете со всей части, да, потому что у вас и так граница есть, но, к сожалению, она вот только в Нарчеване. Именно когда Зангизур был наш. И вот те силы, те, которых можно назвать врагами, в свое время смогли разлучить эти два государства, Азербайджан от Турции. То есть, если мы посмотрим, взглянем на историю, мы видим, что в свое время они добились этого. Но Турция была тогда слабая, и времена изменились. Теперь Турция одна из ведущих стран в регионе. Турция военно-промышленный комплекс, ее сегодня преуспевающая отрасль. Сегодня Турция глобальный игрок на мировой арене. Это тоже нужно учитывать. Вот, посмотрите, весь мир собрался, не смог решить зерновую проблему, проблему с голодом. Абсолютно. А кто это решил? Решила Турция. Я и буду говорить, а не буду занимать ваше время. То есть, сегодняшняя Турция и сегодняшний Азербайджан, это не тот Азербайджан, который был в 90-е годы, или же Азербайджан в составе Советского Союза. Азербайджан сегодня независимость, экономическом отношении, военном отношении, преуспевающая страна, способная решать на Южном Кавказе все задачи, стоящие перед ним. Я очень сняюсь, потому что без нас решать здесь вопросы невозможно. Без Азербайджана реализовать ни один проект невозможно. Вот эти реальности нашим врагам нужно понять, и чтобы прекратили продолжение этих ненужных действий. Вы знаете, вот говорят о братстве наших стран, вот братский кулак называется. А что такое братство Турции и Азербайджана? Я хочу привести одним примером и ответить комплексно, как бы системно на ваш вопрос. В свое время, когда из Украины вывозили ядерное оружие, великие страны, так скажем, крупные страны, Англия, Соединенные Штаты Америки, Франции, та же Россия, подписали Будапельскую декларацию, кстати, это была годовщина 20 дней тому назад, которые взяли на себя обязательство обеспечить территориальную целостность и независимость этой страны. Но одна из стран, когда напала на нее, другие не среагировали и не вспомнили эту декларацию. В отличие от них, в ходе 44-дневной войны, Турция, мы знаем, что Турция страна член НАТО, и турецкие вооруженные силы, это часть вооруженных сил НАТО. Но, несмотря на это, несмотря на какие бы определенные возражения среди стран членов Совета НАТО, Турция свои вооруженные силы, часть из них, перенесла на территорию Азербайджана, чтобы третьи силы не вмешались в этот конфликт. Вот это и есть братство. И я считаю, что, когда Холусакар говорит, что мы доказали это во время 44-дневной войны, он имеет в виду вот это. И после этого, обладая всем этим потенциалом, нашим врагам остается единственное то, что смириться с этим. И не только смириться. Турция и Азербайджан открыты для сотрудничества. Тем же Ираном, кто предложил... Мы вместе, чтобы с кем-то враждовать. Кто первый предложил формулу 3 плюс 3 в регионе? Президент Азербайджана и Турции. Президент Азербайджана и Турция. То есть Азербайджан и Турция открыты для сотрудничества. Но языком угроз и силы с нами разговариваются. Если позвольте, по поводу языка угроза, почему его выбирать, мы отдельно поговорим. Я единственное отреагирую по поводу недовольства Ирана за Низурским коридором. Ну, в меньшей степени, конечно, это касается Ирана. Даже Армении это так сильно не касается, ввиду ее зависимости от России, и том, что вот там российские пограничники, железная дорога принадлежит Российской Федерации, а уж Иран тем более. Хулиса Акар, будучи в Баку, он говорил не только о военном сотрудничестве. В частности, он сказал, мы искренне желаем открытия Зангизурского коридора и нормализации отношений между странами. Немножко коснулся этого Рауф Мялен в своем предыдущем ответе по поводу того, что Хулиса Акар говорил о нормализации. В целом. То есть, опять же, мы видим еще раз о том, что союз Азербайджана из Турции, он скорее созидательный. Мы же месседжи отправляем, давайте сотрудничать, давайте открывать дороги, коммуникацию, торговлю и так далее. Как на фоне этого заявления, каким вам видится то, что открытие, будущее открытие Зангизурского транспортного коридора, которое Армения взяла на себя обязательство, там говорится о беспрепятственном проходе, соответствующем по этому транспортному коридору из Азербайджана в его западную часть Нахчеван. Каким вам видится на этом фоне все-таки реализация самого проекта, который Армения торпедирует уже года два? Дело в том, что вы правильно сказали, что это обязательство взяла Армения, и если Иран возражает против открытия Зангизурского коридора, претензии к Армении, а не к нам. Что касается перспективы открытия, то мы видим последние буквально месяц-полтора активность российской стороны, очень много делегаций, приезжают посещающие... Профильных, я бы даже сказал, делегаций. Именно связанных с открытием этих коммуникаций. Транспортных вопросов. Транспортных, в первую очередь, это связано с Зангизурским коридором. И здесь важным фактором является, по моему мнению, не столько Армения, которая делает вид, что от них что-то зависит, а сколько Россия. Потому что Зангизурский коридор проходит у границы Азербайджана, с Ираном, и эта территория контролируется российскими пограничными войсками. И часть этой территории передана Армении в распоряжение России. То есть, все вопросы, как сказал наш президент, мы решаем с российской стороной. Что касается перспектив, то я бы сказал, нам нужно заглянуть, посмотреть, как идут работы с нашей стороны. То есть, с нашей стороны идет интенсивное строительство железных дорог и автодорог в направлении западных наших границ с территории Азербайджана, в том числе и на Ахчеване в направлении Мегри. То есть, наша работа идет интенсивно. Это показатель того, что в Азербайджане не видит никаких проблем реализации этого коридора.